Добрый вечер. На счетку с телевидения «Диалог о православии». Мы работаем в прямом эфире. Пока есть такая возможность, сегодня я приглашаю всех вас вместе со мной задавать свой вопрос о священнику Русской Православной Церкви, настоятелю Никола Брюковского монастыря Игумена Евмении. Отец Евмении, добрый вечер. Добрый вечер. Евангелие – главная книга нашей жизни, в которой показан путь спасения, открываются врата в Царство Божье. Святые отцы рекомендуют читать книгу ежедневно. И в том числе Евангелие читается на богослужениях в храме. По каким принципам выбирается тот или иной отрывок из Евангелия или апостола при чтении Евангелия на богослужениях? И почему бывает иногда несколько отрывков читается? У нас основной принцип – это суточные Евангелия, так называемые, которые идут по шагово, по небольшим таким кусочкам. Мы вычитываем все четыре Евангелия в течение всего года. Кроме этого… Где-то прописано, да, в Типиконе? Это, да, специальные книги содержат, ну, и тот же и календарь церковный. Календарь там прямо на каждый день выписано, какой Евангелие читается сегодня. То есть, например, сначала на Пасху Евангелие от Иоанна начинается, да? То есть, сначала прочитывается, наверное, Евангелие от Иоанна, да? Потом вот следующий… Ну, да, одно за другим читается, да. И там Лука, ну, допустим, сегодня вот это зачало, то есть вот этот кусочек. Потом на следующий день кусочек, следующий за ним. И так вот потихонечку… По порядку, да? По порядку двигается чтение Евангелия по порядку, одно за другим. И мы вычитываем в течение года все Евангелия. А кроме этого, к ним добавляются еще Евангелия, связанные с тем или иным праздником в тот или иной день. Ну, если там праздник преподобному празднуется или преподобный, значит, Евангелие, в котором говорится о преподобной жизни, о праведной жизни. Если мученикам, значит, о мученических каких-то моментах, которые Господь говорил и учил своих учеников этим. Если это господские праздники, значит, с Господом. Если богородичные, значит, с Богородицей связаны кусочки Евангелия. И таким образом, получается, как бы, два-три кусочка Евангелия в одном богослужении мы читаем. То есть можно праздновать, допустим, Богородицу и преподобному, или Богородицу, и святителю, или Богородицу, или мученику. Да, когда Богородицы часто читают про Марфу и Марию, да, которые известны нам? Да, 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 известны. Марфа, Марфа, печешуся и молыша мнозь. Мария же благую часть избра, я же нет, ты миц от нет. То есть вот... То есть слово Божие самое главное, представляете? Уже на слуху, да. Да, здесь мы такой кратко, если о чём речь идёт, о том, что Марфа была, и сестра её Мария были любимыми, одним из любимых учениц Господа, и он к ним часто заходил в гости. И Марфа, как хозяйка такая радушная, она всегда вот беспокоилась и суетилась, и там стол накрывала, и всё вот делала, там бегала, готовилась. А Мария всегда была при Господе, и всегда просто слушала его, при ногу его сидевши. И вот Марфа в очередной раз в виде этого возмутилась, говорит, «Господи, ну скажи ты ей, пускай мне поможет». Господь говорит, нет, вот она избрала... Это важнее. Она благую часть избрала, а ты всё печешуся и молвишь о мнозе. То есть суэтишься много, Марфа, Марфа. Поэтому, хотя и та, и другая проявляли любовь к Богу. Ну, в нас живут и Марфа, и Мария. Да, мы одновременно и суетимся, и в то же время и Господа слушаем с любовью к нему, его слово читаем. Поэтому здесь как бы вот для понимания внутреннего нашего мира это Евангелие очень хорошо подходит. Ну, это так, если кратко отступить. Ну, и поэтому мы Евангелие читаем многократно, в течение года перечитываем их. И с одной только целью. Не чтобы их прочитать, узнать и забыть. А с той целью, чтобы их воплотить в своей жизни. Потому что, если мы опираемся на слава Божие, то там есть такая фраза. Тот, кто меня послушает, того я послушаю. И тот, кто любит меня, тот исполнит, послушает мои слова и исполнит их. То есть мало послушать слова, то есть прочитать. Их еще надо и исполнять. Тогда мы проявляем любовь к Господу Иисусу Христу именно в послушании проявляющейся. Большинство людей ходят в храм по воскресеньям, как и заповедно Господом. Шесть дней работы, седьмой почитай. И вот предлагаю по нашей доброй традиции прочитать один из отрывов, который будет читаться в ближайшее воскресенье. И вы нам растолкуете. Итак, что происходит? Это Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 5 по 15. Господь говорит, собирается множество народа, Господь им говорит эту притчу. Да, это известная притча, которая очень важна каждому из нас. Ее надо знать, потому что она дает понимание внутренних наших процессов в душе происходящих. Итак, Евангелие. Притч из него. «Вышел сеятель, сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано. И птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия. А прочим, в притчах так, что они видя не видят и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семьи есть Слово Божие. А упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в терния – это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил – кто имеет уши слышать, да слышит. – Ну, о чём эта притча? Кто сеятель? – Ну, конечно же, Господь говорил о себе, и он – сеятель в этом мире. И сеятель самого малого из семян, как он говорит, что это семя, которое меньше даже горчичного зерна, но которое вырастает в огромное дерево, в ветвях которого потом живут ещё птицы небесные. То есть, семя его – это слово, которое он принёс в своей евангельской проповеди, передал апостолам, апостолы уже передали церкви христианской. И мы сейчас это слово также сеем, проповедуем для того, чтобы оно приносило свои плоды. – В том числе сейчас. – Сейчас мы именно этим занимаемся. В том числе, когда я сейчас прочитал эту притчу, это также я сеял Слово Божие, то есть семя Божие сеял через нашу встречу на телевидении среди всех слушающих. Ну и, конечно же, как любое слово, оно не просто это сотрясение воздуха, это определённое семя, знание, которое попадает в разум, а потом из разума может спуститься в сердце и принести свои плоды. А может и не спуститься в сердце, то есть остаться на уровне ума, а потом даже и в уме может исчезнуть. И здесь Господь прям пошагово расписывает, как это семя может так или иначе пропасть в уме человеческом, куда оно попало через уши, и как оно может не пропасть, а принести плоды. То есть он прям так и говорит, что семя может исчезнуть из разума человеческого, то есть как вот на пути. – Ну давайте вот прямо сейчас мы подетально будем разбирать. Почему говорится не то, что вот сеятель бросил там зерно, а здесь семя упало при дороге? Почему глагол именно упало используется? – Потому что Господь, Он же не навязывается. То есть Он всегда дает такой выбор человеку. Поэтому семя падает. Тот, кто хочет, тот его принимает и сохраняет сердце. Тот, кто не хочет, у того оно упавшее исчезает. То есть отнимается так или иначе. Поэтому здесь мы в этом слове упало, а не посеяно, то есть насильно внедрено в душу человеческую. Нет, Господь насильно ничего не внедряет в нас. То есть это была бы манипуляция, которой мы все, конечно же, против. То есть здесь мы видим любовь Божию к роду человеческому, и Он и здесь со смирением предлагает нам взять это семя. Оно падает перед нами. Мы можем его взять, а можем и не взять. – Для кого упало? Дальше читаем. При дороге. Что означает семя при дороге? – При дороге – это, во-первых, что это за дорога-то? О чём суть разговора-то? На какой дороге мы можем это семя увидеть падающим нам в нашу душу? Эта дорога называется путь, путь ко спасению. Господь этим путём прошёл, и по этому пути, конечно же, зовёт всех нас за собой пройти. А мы при этой дороге находимся. Мы не знали этой дороги, мы на неё не вставали никогда. До Христа никто не знал пути спасения. Все шли во ад. И праведники, и грешники. Только сам Господь, придя в этот мир, дал возможность нам подняться на небо, в Царство Небесное. Нам этот путь нарисовал, эту дорогу. Объяснил, рассказал, указал своим собственным примером. Сказал, что нам делать. И вот при этом пути, находящейся всё человечество, при пути Христовом, кроме того, мы в Евангелии можем прочитать, что «я есть истина и путь, и жизнь». Да, вот здесь мы тоже видим такое же пересечение с этой притчей. Здесь мы как раз при этом пути стоящие, то есть те, кто ищет спасение и ищет путь истинной жизни, истинного спасения, мы можем это семя улучить и взять себе в душу. Оно упадёт нам, потому что мы приблизились ко Господу, к Его пути спасения. Мы к Нему приблизились, но спастись сами мы не можем, поэтому мы ждём это семя, которое падает нам в сердце. Первый случай. Семя было потоптано, Птицы Небесные поклевали его. Ну, действительно, мы, так как каждый человек имеет разные устроения сердечные, здесь Господь говорит о тех, кто окаменён сердцем, то есть у него сердце настолько твёрдое, что семя, даже будучи попав в душу человеческую, оно бывает попираемо гордостью человеческой, тщеславием, надменным разумом. И, будучи попираемо, потом просто изымается бесом, и человек забывает об этом Слове Божием, которое ему когда-то падало. То есть так мы видим огромное количество людей, которые, допустим, в детском возрасте, их там бабушки или маму водили в церковь до 10-11-12 лет, а потом они решили, что это им не нужно, и забыли совсем, может быть, даже до старости, забыли об этом пути, об этих словах. И хорошо, если в старости они вспоминают об этом пути, возвращаются к нему и начинают эти семена всё-таки проращивать в своей душе, насаждать в своём сердце семена Слова Божьего. То есть при пути это те, которые забывают. Да, и Господь дальше говорит, что птица небесная – это дьявол. Да, здесь подразумеваются под небесными птицами бесы, которые, собственно, изымают Слова Божие. Ну, действительно, с каждым человеком, вот даже кто приходит в церковь, вот можно такой даже опыт провести, все постояли на службе, помолились, послушали чтение Евангелия. Выходит из церкви, если спросить, о чём было Евангелие, ну, не все скажут, я вот так мягко назову, не все скажут, о чём было Евангелие. Хотя в момент чтения всё было понятно, но вдруг через какое-то время человек ловит себя на мысли, что «а я и забыл, о чём читали-то? О чём хоть говорилось-то в этом Евангелии?» То есть это действия бесов, птиц небесных. Почему? Потому что они тоже, как ангелы, так и падшие ангелы, они вот в поднебесе нашем витают и здесь нам вредят. Поэтому здесь их так Господь фигурально рисует в этой притче. Упавшие на камень не имеют корней, отпадают. И святые отцы сравнивают, как говорят, это слабейшие люди. То есть получается, как вроде всё хорошо, но как начинается наша революция, это показало, да? Как начинается искушение, люди умывают руки. Не только революции. Много других искушений приходит. Опять же, тот же пример с детьми. Многие ходят в детском возрасте, в церковь, даже алтарничают, даже помогают священникам. Но потом, в связи с тем, что в душе очень малый слой доброй почвы, а в основном каменные основания. Не имеют корня. Корня, да. То есть вот эти все добрые привычки, добрые поступки, добрые слова, добрые дела, которые они делали в церкви, они прислуживали священникам в алтаре, святой и святых. Или родители детей водят в церковь. Или дети причащались, исповедовались, пока маленькие, пока слушаются родители. Потом, как взрослые, перестают ходить. Да, подростков мало в церковь. Да, да. То есть, казалось бы, вот он, росточек-то пошел, пошел расти, уже привычки какие-то, уже знают молитвочки, уже знают, как со священником, как у него благословение брать, как разговаривать со священником, как исповедоваться. То есть уже много чего, уже листиков, так сказать, выросло на этом маленьком росточке, А потом вдруг он берет и высыхает То есть исчезает Общение со священником, хождение в церковь Чтение молитв, причастие Все иссыхает И со взрослыми людьми тоже такое происходит Это не обязательно с детьми Это один из примеров Также и взрослые Многие люди начинают ходить Год-два ходят, потом раз и куда-то уходят От церкви Некоторые впадают в какие-то С какими-то трудностями, наверное, сталкиваются Все, кто впадает Кто в каких-то Скорбных обстоятельствах начинает унывать И перестает веровать в Бога Из-за обиды на Бога Вот как это не странно звучит У каждого свои сложности Но под Иссушающими лучами Таких скорбей, напастей И тягот житейских Эти маленькие расточки Они высыхают Расточки веры, расточки Добродетельной жизни Они высыхают, потому что корень-то был маленький То есть немного было доброй почвы в сердце Он только начал прорастать Он уперся в каменное основание И высох Да, не имело влаги Что подразумевается здесь под влагой? Что людям в себя засеять то, чтобы не отпасть? Влагой здесь можно много Здесь, так сказать, интерпретации этого слова назвать Ну, как это и благодать Божия Не имело влаги То есть не имело благодати Божией Поэтому и иссохло Можно и веру То есть так как вера была слабая И, соответственно, и корень был слабенький, тоненький И уперся в основание своего Надменного гордостного состояния души И также высох То есть влагой здесь можно много Но все они под словом «влага» подразумевают добродетели христианские Вера, любовь, терпение, милосердие, благость То есть вот эти все моменты, которые связаны с духовной жизнью Которые даются только от Бога Сам человек это взрастить в себе не может Эти душевные качества Они даруются Богом Это таланты Божии За что они даруются? За наши какие-то усилия? Здесь нет Не только за наши дела Они даруются нам и как бы по молитвам наших отцов и матерей И бабушек и дедушек По каким-то добрым делам наших сродников Может быть даже умерших уже сродников То есть это как наше наследство, которое мы принимаем во время рождения То есть мы наследуем не только свои внешние качества, признаки Не только генетические какие-то плюсы и может быть болезни генетические Но и духовные вещи То есть как страсти наследуются, так и добродетели наследуются от родителей То есть от доброго плода добрые Ну как в миру яблоко от яблони падает недалеко Это как раз вот об этом То есть если праведный род, то там и праведные детишки рождаются Если род грешный, то там и детишки вот с такими страстями рождаются Это тоже наследственность От нее никуда не деться Почему? И нужно обязательно свои грехи вовремя, так сказать, измывать Но из этой наследственности можно выдернуть Да, я поэтому как раз проговариваю, что здесь главное вовремя Человеку, осознавшему в каком положении он находится Вовремя прибегнуть к лечению и к Божьей силе, к Божьей благодати Потому что Господу все возможно Как на вопрос апостолов, которые говорят Господи, кто же может спастись? Господь что ответил? Человекам это невозможно Богу возможно все То есть Господь может спасти любого с любой наследственности Было бы только вера и желание Не даром, что Господь сказал По вере вашей дастся вам Вот вера это вот та влага То необходимое присутствие в душе нашей Такого упования на Бога Которое дает нам возможность открывать дверь К помощи Божьей для нас и ко спасению Без веры ничего не получится Как мы ее можем усилить в себе, укрепить? Своими силами что-то мы можем? Вера, конечно же, это как и любое из качеств Человеческого естества, будь то физические, душевные, духовные, умственные Волевые качества, творческие качества Мы их можем развивать, а можем их, так сказать, забросить И они будут деградировать Так и вера Если мы ее будем развивать в себе Добрыми делами, упованием на Бога Молитвами, то есть деланием духовным Чтением, в том числе и Евангелия И чтением литературы святоотической Мы можем эту веру укрепить, усилить Ну, даже простой пример Если мы общаемся с человеком неверующим То эта беседа нашу веру может поколебать А если мы общаемся с верующим человеком Ну, допустим, читая книжку Какого-то преподобных отцов Учителей церкви, Иоанна Златоустова То мы, общаясь с ними, мы укрепляем свою веру А если мы читаем Евангелие Мы также укрепляем веру Потому что здесь мы общаемся уже не с преподобными Или со святителями А с самим Господом через Евангелие общаемся И опять же вера укрепляется Также через молитву, также и через добрые дела Вера укрепляется Поэтому веру надо укреплять Всяческими методами Да, и Господь в первую очередь смотрит на сердце человека То есть всеми силами нам нужно стараться жить по совести, по правде Да, Господь на лицо не смотрит Господь смотрит на сердце человека И то, что в сердце находится То Господь, собственно, и либо наказует Либо все-таки награждает Вот сердце человеческое – это тот критерий По которому судится весь человек Потому что из сердца вашего исходит Опять слова Божие из Евангелия Из сердца вашего исходят ваши добрые дела Из сердца вашего исходят ваши злые дела То есть сердце – источник Ну, как вот из одного источника, опять же, притча Господа Не течет горькая и сладкая вода одновременно Либо добрый источник со сладкой водой Либо грязный, плохой источник с горькой водой Вот так же и сердце человеческое Поэтому, если мы видим, что сердце наше чем-то загрязнено Надо срочно его очищать Чтобы все-таки оно стало источником доброй, сладкой воды В текущей воспасении Да, у нас сегодня столько цитат из Евангелия Поэтому, кто никогда не читал, пусть открывает Покупает себе книгу Евангелия Открывает столько знакомого, он увидит Но сейчас предлагаю послушать звонок У нас есть первый звонок телезрителя Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас Алло Говорите Алло Добрый вечер Добрый вечер Я хотела задать вопрос батюшке Пожалуйста Да Я слушаю У меня, знаете, такое вот случилось У нас задавил машину собачку Это 5 августа было Я не могу до сих пор успокоиться Батюшка, посоветуй мне, что мне делать Я плачу каждый день об этом А что случилось-то еще раз? У меня собаку задавил машину Укормил моего дома А, машина собака Понятно, под машину попала собака Ну, значит, ну прежде всего надо помнить, что Собачка, она не имеет вечной души То есть она уже, так сказать, из этого мира ушла И ее не вернешь То есть мы здесь должны иметь все-таки такое успокоение от Господа Что ничего случайного не бывает Если Господь забрал вашу собачку таким образом Это не случайность Мы читаем Евангелие Опять же на него опираюсь Что волосы на голове вашей сочтены И ни один из них не упадет без воли Божьей А тем более смерть там в той же собаке Поэтому все-таки понимаете, что Господь ее забрал Почему забрал? Ну, по каким-то своим премудрым промыслам О вас, о ней и о ваших окружающих людях То есть доверьтесь Богу и вы успокоитесь Ну, и кроме того, можно ведь Ну, не одна же собачка в этом мире Можно еще взять собачку и так успокоиться Вот у меня, за мою жизнь очень много было кошачьих, да То есть котов, кошечек И часто они тоже под машину попадали И, конечно же, переживалось Но потом новые и все как бы забывалось Потом и следующий котенок, следующий И как-то вот так все Господь даровал Что одно другим перекрывалось И все становилось на свои места Поэтому не надо тут убиваться и скорбеть из-за собачки Помните, что вы все-таки равноанглийское естество имеете Вы верующий человек в Бога И предоставьте Богу уже самому распределять Кого забрать из этого мира, кого оставить Ну, а в таком случае, наверное, можно посоветовать Наверное, человеку Псалтирь почитать И, наверное, при славе, там, когда мы читаем Слава Отцу и Сыну Святому Духу Наверное, у Господа просить помощи, чтобы человек укрепил Да? Чтобы вот так вот Ну, можно Псалтирь почитать, конечно, о себе, о своих близких, сродниках Ну, чтобы успокоение самому человеку получить Да, Псалтирь она успокаивает Она даст вам такой мир И внутренний покой души То есть она отгонит это уныние Помолиться всегда полезно Ну и подготовиться к причастию, как вы неоднократно все время говорите Безусловно, безусловно Мы совершенно, вот, в каждой передаче повторяем одну и ту же фразу И не устанем ее повторять Что без причастия мы мертвы Да? Тот, кто не вкушает тело и крови, в моей жизни не имеет Это Господь говорит Поэтому, если мы вкушаем тело и кровь Христова Мы обязательно чувствуем воздействие Божией благодати на душу И успокаиваемся А если мы долго не причащаемся, конечно, уныние нас посещает Даже по более мелким вопросам Не по таким, да Просто там, ну, что-то потерял Что-то там разбилось Там, не знаю, чашка, кружка Или что-то с кем-то поговорил на повышенных тонах И уже на душе плохо Уже уныние начинается А причастился И все, успокоился И пошел и помирился И там новую кружку купил Да и никаких проблем Мы оптимистами становимся Если у нас благодать в душе Но вообще сейчас можно, да, посмотреть К сожалению, не знаем имя телезрительницы нашей Но вообще можно так вот сказать Что Господь ее посетил Для того, чтобы человек к церковной жизни обратился Да, то есть чтобы готовиться к причастию Ну, если человек никогда не причащался Вот что можно посоветовать, да Например, там попаститься Тебе сейчас вообще каникулы Да, мы сейчас спокойно можем В течение всего этого времени Что нам отпущено, да, государством Спокойно прийти в церковь Подготовившись попаститься День, два, три, сколько сможем по силам Натощак прийти Там, почитать молитвочки Перед тем, как пойдем на причастие Молитву ко святому причащению Прийти натощак Ни глотка воды Ни кушать, ни пить Если кто курит, то и курить нельзя Прийти на службу На литургию На утреннюю службу Только на литургии причастие происходит И исповедовавшись Обязательно надо исповедаться Причаститься Это то необходимое Что нужно нам Для успокоения нашей души То есть для отгнания уныния То, что происходит с этой женщиной Конечно же, это уныние Оно отгоняется только Молитвой, постом и причастием Да, и самое главное Наши меры безопасности Да, все соблюдаем Чтобы какие-то первые признаки Там простуда Все-таки оставаться дома Вот, чтобы других За других быть ответственным Ну, это да, это безусловно Это уже врачебные, так сказать, предписания Что не надо никого заражать Если мы чувствуем Что у нас что-то Голос осип Что-то там свербит А если уж и температурка Тем более То надо посидеть дома Полечиться А потом, когда выздороветь Уже прийти Да, и масочки Масочный режим соблюдаем Чтобы всех наших батюшек Сохранить Да, да, да Потому что через священников Много людей проходит И, конечно же Опасность у них возрастает А их и так единицы А священников не так много Тем более, сколько уже умерло К сожалению, за прошедшие Вот эти Волны ковидовские Да, очень много священников умерло Да, будем любить друг друга И беречь друг друга Пока ждем следующие звонки Телезрителей Мы с вами продолжаем Толковать нашу притчу Видим Две части То есть представлены нам Четыре части людей Человечество разделено Две части мы разобрали Третья часть Которая Семь упала в тернии Это те, которые слушают Слово Но отходя Заботами, богатствами, наслаждениями Житейскими Подавляются и не приносят плода Что есть терния? Ну, так как речь идет О внутреннем человеческого естества Да, мы понимаем Что это речь идет о сердце Уже это мы проговорили То есть почва, на которую Попадает зерно Это наше сердце Если это сердце То есть наша добрая почва Хотя она и добрая Заметьте Доброе сердце Но если она заросшая тернием То есть различной травой Сорняками Крапивой Или лопухами Или еще чем-то Терновником колючим То, конечно же, там доброго Ничего не получится Не вырастет Ну, как мы Те, кто огородники знают Как мы сажаем То или иное доброе растение Там клубнику, картошку Там, не знаю Или редиску, репу Мы сначала все сорняки Перекопав землю Взрыхлив ее Все сорняки оттуда удаляем И только тогда сажаем семена И тогда они всходят Им ничто не мешает Если же человек Который хочет взрастить в себе Добрые, духовные качества В своем сердце Он в этот же миг В это же время Занимается какими-то худыми поступками Делами То есть страстями Что такое сорняки У человека в сердце Это злые дела Злые привычки Злые поступки Мысли, чувства, желания Во зло То, конечно же Всякое доброе В семя Добрый росток Будет подавлен Этими злыми привычками Пример из жизни Ну, все мы сталкиваемся С алкоголизмом Да, у своих близких Родственников Или друзей Товарищей Мы знаем их Как хороших Добрых Отзывчивых людей Но когда они пьют Все это добро Куда Оно исчезает Оно полностью Подавляется Алкоголизмом Привычкой к алкоголю И человек гибнет На наших глазах И мы ничего сделать не можем Мы и кричим Мы и стараемся Ему помогать И как-то там Даже пытаемся лечить Но все как вода сквозь пальцы Все уходит Как в песок Все наши попытки Потому что без Бога А если с Богом Если этого человека Все-таки начинать Вымаливать Начинать водить церковь На исповедь На причастие На соборование Чтобы он сам начал бороться Чтобы сам начал молиться За себя То постепенно Мы увидим шаг от шага Он потихонечку Выберется из этого Такого тяжелейшего недуга Из этой тяжелейшей страсти И восстановится А потом еще и добрые Свои таланты Взрастит в своем сердце Но для этого нужно Побороться Со всеми терниями Со всеми сорняками В своей душе Их нельзя оставлять Даже малейшего Потому что они Мгновенно разрастаются И заполняют всю душу человека Ну как игромания Посмотрите А что тут такого страшного Ну я поиграю чуть-чуть там Полчасика Во что это превращается? В то, что человек Просто потом теряет работу Семью Здоровье То есть он Ничего Не может сделать Кроме этой игромании И теряет Фактически Всю жизнь Потому что я говорю Не о добрых делах Просто Жизнь теряется То есть он перестает На работу ходить Перестает С семьей Так сказать Смотреть Он теряет свое здоровье Это беда Вот Поэтому При малейших Ну как Хороший огородник Если он видит Вылезли ростки Сорняков Сразу же Выкапывает Берет лопату Выкапывает Выдергивает Выкорчевывает И убирает Ну либо поливает Каким-нибудь там Средством от сорняков Раундапом Например Или еще чем-то Вот так же и здесь Если мы видим сорняки В своей душе Мы либо сами Должны их Постараться Исторгнуть Но это без Божьей помощи Невозможно Лучше И необходимейше Прибегнуть К такому средству Как Исповедь И причастие То есть Благодать Божия Пожигает Эти сорняки В душе человеческой Уничтожает их Вместе с корнями И человеку Намного легче И проще Выбраться Из той или иной Напасти У нас есть еще звонок Пожалуйста Говорите Слушаем вас Говорите пожалуйста Здравствуйте Батюшка Здравствуйте Добрый вечер У меня такой вопрос Вот моя заупокойная молитва Об усопших душах Как влияет Значит На их состояние души И где находятся души усопших До второго пришествия Христа Спасибо Спасибо за вопрос Значит Начну с конца Где находятся души Всякая душа Умершего человека Она Крещеная душа Она И не самоубийца Она проходит По мытарствам Где взвешиваются Ее добрые И злые поступки И в зависимости от этого Она попадает Либо в доброе место Либо в злое То есть в ад Попадает Если злых дел больше Перевешивает Так сказать Они на весах Правосудия Божьего Перевешивает злые дела То человек идет в ад И именно поэтому Надо молиться за всех Потому что мы не знаем Их судьбу Она будет Вот И сейчас уже Частным судом Решается Но окончательный суд Это страшный суд Почему он страшный Он окончательный И так сказать Обжалование не подлежит Да И уже в вечность Душа идет В то место Которое заслужило Поэтому нам До страшного суда Их надо постараться Вымолить То есть Омыть их грехи Своими молитвами Потому что Сами умершие За себя Уже молиться не могут Сами умершие Добрых дел Делать уже не могут Ничем Они себе помочь Не могут И они ждут Как в тюрьме Сидящие люди Передачки ждут И письма с воли Так Здесь Умершие Находящиеся В плохом месте Они ждут от нас Вот именно этих молитв Домашних Безусловно Псалтырия Покоения Чтения И Самое главное Это Проскомедийные Поминовения То есть На проскомедию Это заказная записочка Или сорока уст Или там На полгода Или на год Мы подаем С вниманием Частички Это высшая Форма помощи Умершим людям Когда на них Изливается Благодать Божия Через Вот эту частичку За имя их Вынутую И опущенную В кровь Христову Во время литургии Омывается Частичка Вместе с ней Омывается душа Человеческая От его Греховных Так сказать Накоплений Благодатью Божию Услаждаясь Этой благодатью Душа Человеческая Просто в восторг Приходит Поэтому Обязательно Таким образом Помогайте Своему Собшим Они вас Отблагодарят Когда и вы В свое время Тоже пойдете По этим же Стопам По моторствам Частный суд Будет над вами Совершаться Они за вас Будут молиться Потому что Умершие за нас Молиться могут За себя не могут А мы за них можем Как и за себя можем Надо этим пользоваться Да И специально в церкви Даже устроены Такие родительские субботы Одна из них Совсем скоро По-моему Следующий суббот Наверное будет Димитриевская Родительская суббота Да Да Конечно же Так как Не все люди Помнят Что надо ходить Молиться Поэтому Церковь установила Определенные Дни Поминовения Ну можно сказать Все церковные Все государственные Дни То есть Дмитриевская Или там Это перед Постом Который будет сейчас Да А также Родительские субботы Перед Великим Постом Будут То есть Нам напоминает Церковь Мы в этом видим Напоминание о том Что мы должны За них молиться И это Необходимое За что собственно Мы будем Потом так же Спрошенным Как же мы Любили своих Родственников Умерших И не поминали Их в церкви Это наше Опущение Наша ошибка Да Пока мы ждем Еще звонки Телезрителей Возвращаемся К нашей притче Господь Господь нам Говорит Что спасется Лишь малая Часть Малое Стадо Людей То есть Даже по этой Притче На четыре части Разделено Три части Погибают Одна идет Одна Приносит Док Одна Спасается Почему Почему так Это промысел Божий Мы не знаем Почему так Происходит Или иначе Мы просто Констатируем Факт Что это так То есть Мы Видим Такие же слова Что Не бойся Малые стадо Господь Тебя Спасет То есть Мы О малом стаде О том Что мало Людей Будет спасаться Мы видим Во многих местах Евангелия И это нам Дает Такой Как сказать Стимул Все таки Войти В это Малые стадо Если Большинство Людей Погибает А мы Как в миру Говорим Только большинство Не ходит И я не хожу Нас так воспитали Как говорят Да Только о чем Что мне тут Как все Так и я Кто там ходит Ну там единицы Ходят Так вот Эти единицы И спасаются И для этого Нам Господь Говорит Что вот Вы Постарайтесь Войти В малые стадо А не быть С большинством Погибающим То есть В этом Мы тоже Видим Любовь И предупреждение Божие Не смотрите На всех Смотрите На тех Единицы Которые спасаются И с них Берите пример Даже и на те Единицы Очень много Я знаю Людей Которые Хлопят Церковь Потому что Какие Преткновения Которых Людей Не знают Ну вроде Ходят В церковь Но они Вот как-то Ведут Семей Подобающе На самом деле Даже на них Смотреть Не надо Смотреть На святых Отцов Которые Прошли Этот путь Попали В царство Небесное Читать Жития Святых Преподобного Серги Вот наши Современники И преподобные Паисия Святогорица И Гаврил Оргебадзе То есть Множество Святых Надо на них Смотреть Ну потому что Люди разные В церкви Бывают Ну потому что Мы гарантии Требуем всегда При покупке Любого Так сказать Какого-то Даже предмета Материального Мы говорим Гарантию нам Дайте пожалуйста Гарантийный талон Что это будет работать Что это нам Принесет пользу Что мы действительно Получим то Чего хочем получить Вот чтобы Была гарантия Нашего спасения Нужно Опираться Конечно же На тех людей Которые уже В царстве небесном Находятся А не на тех Кто еще здесь живут И чего-то там Такое вот нам говорят Потому что Мы всегда И везде Обречены на ошибки Всякий человек Носит себе Семя тли Вот как раз Семени Добром Мы сейчас Разговариваем А есть еще Семя тли От бесов Всеваемые Это другая притча Об этом говорит Что насеял Господь Добрые А утром встал Там плевелав зашли Кто же насеял Дьявол Сатана Так вот Семя тли В каждом из нас Присутствует И могут ошибаться И те Кто ходит в церковь И ошибаются Другое дело Что они потом Покаившись Они все-таки Будут спасены Господом А мы можем На их ошибки Глядя Осудить И погибнуть Поэтому Опирайтесь Должны Я не слышу Что он говорит Как это ни странно Звучит Мало того Есть еще Такой фактор Как бесовские Козни То есть Когда мы Слушая Слово Божие Мы ощущаем Что нам еще Кто-то говорит Что-то Буквально Перекрикивает И нас Отстраняет Отвлекает От слов Божиих Это Многие ощущали Во время чтения Молитвы Или чтения Того же Евангелия Я прочитал Там Обзац Ничего Не понял И даже Не могу вспомнить Что я прочитал Перечитываю Опять ничего Может быть С третьего раза Я только начинаю Понимать смысл Вот у некоторых Так происходит Почему Потому что Во время чтения Евангелия Стоит сатана И нам Говорит А ты Вот там Мусор не вынес А тебе на работу Надо позвонить А у тебя Надо сходить Купить что-то такое А у тебя там Еще что-то По электричеству Надо там Долг То есть Что угодно Он может говорить Любую суету Сует нам Вносить в душу Лишь бы мы не думали О том Что читаем Лишь бы наше Семя Доброе Семя Божественного Слова Не вошло В наше сердце Потому что Оно заполнено Чем-то другим Вот Эта фраза Слышащий Да слышат Да Имеющий уши Да слышат Вот Эта фраза Как раз о том Что у нас Уши есть Внешние Материальные А есть еще Уши сердечные Духовное Слышание Вот чтобы духовное Наш слух Духовный Он был чист Нужно для этого Очень углубленно Читать Евангелие И вслушиваться Вслушиваться Не только ушами материальными Но и сердечными Но и сердечными Духовными Упавшие семена Добрую землю Это те Которые услышат Слово Хранят его В добром И чистом Сердце Приносят Плод в терпении Вот что такое Доброе чистое сердце И терпение Здесь наверное Тоже ключевое Ну если По Так сказать По притче следуя Мы говорили О множестве Различных Моментов Связанных С препятствием К прорастанию Семени Вот это все Злые Сердца А доброе И чистое сердце Это то Которое Узрит Бога Это то Которое Воспримет Слово Божие Которое Услышит его Это то Которое Не отличется На суету Сует Не отличется На какие-то Страсти Не будет озлоблено В момент чтения Евангелия Человек думал А как вот Меня тот Оскорбил Человек А вот как бы Я бы ему отомстил А как бы Я бы там еще Что-то сделал То есть Вот эти все Злые моменты Они нас Отстраняют От Слова Божьего И мы не можем В итоге Не можем принести Добрые плоды А добрые плоды Они конечно же Произрастают Только в чистоте И некоторые люди Когда начинают Ходить в церковь Начинают Вот Очищать свое сердце С удивлением Потом приходят И спрашивают у меня Батюшка А почему я вдруг Как будто Я пустой стал Внутри В душе Вдруг стало Как-то так Пусто Я говорю Может быть чисто Стало А ну да Чисто стало То есть Нету Помыслов Нету Какой-то Суеты Нету страстей Нету Кипения Каких-то чувств Да-да-да Батюшка Вот именно этого Нету Бестрасти То есть Человек Воспринимает Какое-то Начинает Бестрасти Ну начальное Конечно Бестрасти Не то Которое у святых Было Но по сравнению С тем Что было до этого Когда он еще В церковь не ходил Не церковлялся Там Буря Страстей Кипело И он привык Что так и должно быть Нет Так не должно быть Это болезненное Состояние души И его Считать Что оно Здравое Неправильно Правильно Это когда Тишина Покой Радости Мира В душе И тогда мы И слышим Тогда мы И чувствуем Тогда мы И радуемся И что самое главное Воспринимаем Слово Божие Вот этого Надо достичь Тогда Чистое Спокойное Радостное Сердце Может принести Добрые плоды Добрые плоды Это какие? Плоды Благодати Божией Блоды Духа Святого Ну как минимум Три подразделения Это любовь А вместе с любовью Это что? Радость И мир Да Дальше Это терпение Или долготерпение Вместе с ним Приходит Благость И милосердие Да Когда человек Долго терпит Он обязательно Милосердует От других Людих И благостен К другим людям Он терпеливый человек Когда мы видим Что люди других Терпят немощи Страсти И покрывают Даже грехи других людей Говорят Да ничего Я потерплю Мы говорим Что да Какой он милосердный Или какой он Долготерпеливый Или какой же он Все-таки благостный Вот этот человек Вот это плоды Духовные Ну и третье Это вера А вместе с ней Приходит Кротость Приходит Воздержание Да Воздержание Потому что По вере мы постимся По вере мы Трудимся Если я бы не веровал Я бы и постов Не соблюдал Молитвы не читал Вот это Воздержание Телесное Воздержание Духовное Воздержание От страстей От объедания От блуда От воровства От гнева Почему я воздерживаюсь Потому что я верю То есть Каждый из этих трех Любовь Долготерпение И вера Они производят Свои плоды И это Как раз то К чему мы и призваны В духовном Плане К взращиванию В своих сердцах Это То Ради чего мы здесь живем Приносит плод В терпении То есть здесь Наверное ключевое Что надо готовиться К искушениям И терпеть Ну Послушайте Без труда Не вынешь И рыбку Из пруда И без труда Мы там Не можем Огород То даже Нормально Сделать Чтобы он нам Приносил Какие-то Плоды Материальные А уж Плоды Духовные Тем более Нужно терпение И время Нужно Потому что За один щелчок Пальцев Ничего не получается То есть Нужно Очистить душу Нужно Насадить туда Добрые мысли Чувства Слова Желания Нужно Чтобы эти Слова Желания Произросли В какие-то поступки И так далее И тогда уже Появятся Дела И после дел Уже плоды Наших дел Вот Это целый процесс Целый технологический цикл Как это в миру говорят И для этого Нужно терпение Безусловно Как на работе Мы же терпим И тогда Сделаем Какой-то Хороший Какой-то Предмет У нас осталось Совсем Мало времени Полторы минутки Давайте Немножко Слов скажем О праздновании Иконы Казанской Которую Наверное Все знают И все любят Ну действительно Казанская Икона Божьей Матери Это Покровительница Всех Семей Это Покровительница Государства Российского И Строгая Защитница Всех Страждущих И Казанская Икона Божьей Матери Она Ходила всегда И в походы Военные В течение всего Значит Периода Существования Государства Российского В том числе И Великой Отечественной Войны Да Была Она Также С верующими Нашими Генералами Поэтому На следующей неделе Мы всех Призываю В церковь Прийти Помолиться Причаститься Матери Божией Казанской Поклониться Да Благодарю Отец Имени Что вы к нам Приезжали Приезжайте еще Спасибо Господи До свидания До свидания На сегодня все До свидания Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров